Морозная свежесть, тинь и красота, снег. Первое впечатление от нахождения возле реки Листвянка, которая протекает в Рязанской области. Прекрасная, казалось бы, картина, но вот от чистоты Байкала этот водоем кардинально отличается. Словно земля и воздух, черное и белое, рай и ад. Река Листвянка является самой загрязненной в Рязанской области. В нее сбрасывается 85% от общего числа всех сбрасываемых сточных вод в регионе, всеми предприятиями и организациями. По российскому законодательству предусматривается такой вариант развития событий, только если стойки очищены. В 2015 году общее количество сброшенных сточных вод, поверхностные водоемы, составило 129 миллионов кубометров более 129 миллионов кубометров сточных вод. Из них около 82 миллионов кубометров было сброшено без надлежащей очистки. Так вот, в ходе прокурорской проверки было установлено, что предприятиям сбрасываются сточные воды без надлежащей очистки. В сбрасываемых сточных водах выявлены превышения нормативов по таким загрязняющим веществам, как БПК полное, фосфаты, сульфаты, сульфиды, аммонион, нитритыон, фенол, железо. Река Листвянка протекает по территории четырех районов – Турлатовского, Листвянского, Кораблинского, Льговского. И что самое восхитительное, впадает в Аку, а та в свою очередь в одну из самых великих рек России – Волгу. Так что насыщенные сульфатом, фенолом и железом воды проходят через огромную часть страны. Конечно, постепенно реки очищаются, но справляться с деятельностью людей водоемом трудно. Отметить, что в городе Рязани своих очистных сооружений нет. И все стоки, которые образуются и в жилых массивах, и которые образуются на предприятиях и организациях, сбрасываются на очистные сооружения нефтеперерабатывающей компании. То есть отсюда вот эта огромная цифра сточных вод. Так и получается, что вся эта вода идет в Листвянку. Сейчас ведется активная борьба с загрязнением водоема. Природоохранной прокуратурой было предъявлено, сначала было внесено представление в адрес предприятия об устранении нарушений. Затем было предъявлено исковое заявление к предприятию об обязании обеспечить нормативную очистку сбрасываемых сточных вод. В 2014 году решение состоялось, исковые требования природоохранного прокурора были полностью удовлетворены и на предприятие было наложено обязательство обеспечить нормативную очистку сбрасываемых сточных вод. Итоговый срок, в который должны быть устранены все нарушения, август 2017 года. Если очистные сооружения действительно станут очищать сбрасываемую воду, тогда Листвянка, завоевавшая титул красавицы России, сможет полностью соответствовать этому статусу. А рязанцы смогут ей гордиться.